Жалоба в Ангарскую территориальную комиссию поступила от представителя партии КПСС. Политическое объединение создано в 2012 году и выступает за построение социалистического государства. Поводом для претензий послужила статья в газете «Время» под заголовком «Список действующих лиц» о том, какие партии претендуют на места в законодательное собрание региона. У нас рабочий председатель рабочей группы уведомлен. На завтра у нас планируется заседание рабочей группы, на котором они будут рассматривать этот материал. На предмет, является ли это агитацией, нарушен ли порядок проведения агитации. Ну и будет приниматься решение, какие меры принять. Возможно, обращение в правоохранительные органы за изъятием этих незаконных агитационных материалов. Вынесение предписаний, средств массовой информации, которые нарушили закон. Тема, заявленная автором в статье, бесспорно актуальна. До выборов в областной парламент осталось два месяца, и СМИ обязаны информировать ангарчан о подготовке к голосованию. Однако журналист переборщил с личными оценками вроде «те плохие, а эти хорошие». К примеру, членов партии «Единая Россия» автор строк обвиняет в ханжестве, фарисействе, двуличии, лживости и двойных стандартах. А вот деятельность партии КПРФ, напротив, восхваляет. В законе такие приемы четко обозначены как антиагитация. И это самое серьезное нарушение, которое может допустить СМИ в период предвыборной кампании. Кстати, газеты, радио и телеканалы имеют право размещать агитационные материалы не раньше, чем за месяц до голосования. Этот день настанет только 11 августа. Требование к средствам массовой информации, наверное, в первую очередь, это соблюдать сроки. И любые агитационные материалы, которые распространяются, они должны распространяться с соблюдением порядка уведомлений избирательной комиссии о том, что агитационный материал такой подготовлен, что он оплачен в счет средств избирательного фонда, кандидата или избирательного объединения, и кем он изготовлен, и кандидат должен подтвердить, что он его оплатил. Все это в газетной статье о плохих и хороших партиях отсутствует и может больно ударить как по газете, так и по партии КПРФ, которую автор так неумело пытался возвысить. Нарушение закона о выборах влечет административную и уголовную ответственность. СМИ могут лишить лицензии, а политическое объединение и вовсе снять с выборов. Серьез газета «Время» рискнуло и доверие мангарчан, ведь лишать читателей объективной информации и возможности сделать самостоятельные, а не навязанные выводы – непрофессионально.